здравствуйте друзья с вами борис оборотов и компания gsm repeater и точка ру часто в описаниях репитеров которые выпускаются российскими компаниями вы можете увидеть указания на то что они имеют сертификацию минсвязи обычно это подается производителями как преимущество недавно мы уже снимали ролик о том чем отличается самый дешевый репитер с алиэкспресс от более дорогих моделей которые продаются в россии официально этот ролик вы можете посмотреть вот здесь сегодня мы продолжим эту тему и поговорим о сертификации которую проходят репитеры в россии стоит ли ей доверять и главное зачем переплачивать за сертифицированный репитер вот сертификат в области связи выдается только после того как оборудование пройдет проверку в аккредитованном испытательном центре это не простая бумажка которую производитель сам печатает на принтере это серьезный документ который подтверждает что репитер отвечает требованиям минком связи это минимальная гарантия качества без которой мы не рекомендуем покупать усиливающее оборудование главное что дает сертификат это уверенность в том что вы не получите кота в мешке репитер сертификатом не будет иметь необоснованно завышенных характеристик чем часто грешат продавцы с востока например многие продавцы репитеров на алиэкспрессе указывают что их устройство имеет защиту от перегрузки такая защита называется автоматик джейн контрол или сокращенно и джесси она должна ограничивать мощность репитера при превышении критических показателей однако уже в частной переписке продавцы признаются что никакой защиты в их репитерах не предусмотрено а указана она в характеристиках только в рекламных целях в свою очередь репитеры которые прошли сертификацию в россии таких недостатков будут лишены если в характеристиках заявлена защита от перегрузки она будет там на самом деле то же самое касается и других характеристик практически все репитеры соли имеют неправдоподобные параметры усиления и мощности часто указанные на сайте характеристики отличаются от реальных на десятки децибел и это не шутка такой усилитель будет иметь совершенно другие возможности чем вы ожидали также у дешевых китайских репитеров часто не работает индикация на жк экране точнее она может работать а может не работать например к нам попадали трехдиапазонные модели где из трех индикаторов правильно показывалась только одна частота остальные два индикатора либо не работали либо дублировали работающие например на этой фотографии видно как при подаче с генератора сигнала диапазона 2100 мегагерц на репитере заполняются сразу две шкалы это что отвечает за диапазон 2100 и так которая должна срабатывать на диапазоне 2600 в реальных условиях что-то понять в такой индикации будет сложно репитер просто введет вас в заблуждение еще один бич дешевых репитеров соли плохая фильтрация сигнала часто в схеме усилителя отсутствуют качественные фильтры что приводит к появлению паразитических сигналов на соседних частотных диапазонах казалось бы ничего страшного но такие помехи могут нарушить работу сотовой сети в округе нам известной ситуации когда дешевый репитер gsm диапазона 900 мегагерц делал невозможным использование 4g интернета на частоте 2600 мегагерц для всех пользователей в микрорайоне такие помехи разумеется приводит к жалобам операторов с последующей реакцией надзорных органов а этого хотелось бы избежать разумеется покупка репитера на алиэкспрессе сопряжена и с другими возможными проблемами например сложность возврата товара если он не подойдет фактическое отсутствие гарантии и техподдержки всех этих недостатков нету репитеров которые официально продаются в россии теперь давайте сравним два репитера на практике слева у нас модель от российского бренда baltic сигнал с полученным сертификатом минком связи а вот справа один из репитеров китайского бренда lintrotec этот китаец не имеет никакой регулировки усиления не автоматической не ручной на экране отображается множество каких-то индикаторов но по сути все они кроме уровня сигнала мулежи шкала сигнала работает а вот все эти надписи и сообщения вокруг статичны и не несут никакой полезной информации на практике индикатора перегрузки здесь нет как класса производитель обещает усиление 60 децибел и выходную мощность 50 милливатт с другой стороны репитер baltic сигнал не имеет экрана но зато оснащен работающими индикаторами перегрузки усиление должно составить 70 децибел а мощность 200 милливатт давайте затестим и сравним эти устройства в деле ну что друзья мы подключили репитер lintrotec к измерительному оборудованию и сейчас замерим его коэффициент усиления что мы видим на uplink коэффициент усиления 34 децибела на downlink 38 децибел а заявленные у нас характеристики 60 децибел теперь мы замеряем коэффициент усиления у репитера baltic сигнал бс gsm 70 мы его также подключили к измерительному оборудованию смотрим на экран и сейчас поближе так чтобы смотрим на экран и видим коэффициент усиления на uplink 75 децибел на downlink коэффициент усиления 77 децибел что даже превосходит заявленные характеристики такое вот сравнение у нас получилось кажется она говорит само за себя мы рекомендуем выбирать надежные решения от проверенных брендов ссылки на некоторые такие репитеры мы оставим в описании но я на этом с вами прощаюсь будьте всегда на связи и до новых встреч друзья